В эфире новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях, которые сейчас. Нет лицензии, нет песка. Инспекторы Минприроды Дагестана и полицейские пресекли незаконную добычу песка на побережье Каспе. Творческий совместный труд. Именно это объединило семью Абдурахмановых и Зунцуколя, у которых в гостях побывали наши корреспонденты. Образование и нравственное воспитание. О приоритетных направлениях говорили муфтии Дагестана и руководители образовательных учреждений подведомственных муфтиятов. МВД Дагестана объявило вознаграждение в 300 тысяч рублей за информацию о местонахождении жителя Нечрастово-Саранского района. Алипашаев Акиф Меслимович подозревается в совершении мошенничества в должности начальника пожарно-спасателя части. В 2022 году он получил от нескольких жителей республики более 4 миллионов рублей якобы за трудоустройство в МЧС. Если вам известно о местонахождении подозреваемого или вы владеете иной информацией, полезной для следствия, просьба обратиться по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Инспекторы Минприроды Дагестана и полицейские пресекли незаконную добычу песка на побережье Каспия в окрестностях села Морское до Хадаевского района. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского министерства. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Пользование недрами без лицензии». Всего в 2023 году за незаконную добычу песка в прибрежной зоне было составлено более 140 материалов. Махачкалинские автобусы теперь будут ездить на метане. 38 пассажирских автобусов переоборудованы для использования экологически чистого вида топлива. По словам министра энергетики Дагестана, выбор в пользу метана был обоснован рядом его преимуществ. Он обладает высокой доступностью, а его заправка на данный момент стоит значительно дешевле. Кроме того, он не вызывает детонации, обладает экологической безопасностью и снижает износ двигателя, увеличивая его срок службы в 1,5-2 раза. Отметим, что благодаря внедрению в подпрограмму развития рынка газомоторного топлива, компании, обслуживающие транспорт, имеют возможность получить компенсацию за часть затрат на переоборудование, которое составляет около 60% от стоимости каждого транспортного средства или более 100 тысяч рублей. В Кизелюрдовском районе до конца этого года появится мясоперерабатывающее предприятие с законченным циклом. Строительную площадку будущего мясокомбината накануне посетили вице-премьер республики Нариман Абдул-Муталибов и министр сельского хозяйства Муфтарби Аджеков. Делегация изучила план-схему и проверила ход проводимых работ на соответствие графику. Ожидается, что здесь специалисты будут осуществлять забой скота и полную переработку мяса. Вся продукция, а это охлажденное и замороженное мясо, колбасные и консервные изделия, кишечное сырье, мясокостная мука, корма для домашних животных будет выпускаться под собственным брендом. Кроме того, на заводе будет налажена переработка мяса птицы и шкур сельхозживотных с заготовкой кожи. Такого проекта в Дагестане пока нет. По переработке и мелкого рогатого скота, и крупного рогатого скота, и еще дополнительно птиц. Как минимум 100 рабочих мест будет создано, учитывая сопряженные направления. Унсу Коль – один из центров народно-художественных промыслов Дагестана. В ауле испокон веков изготавливают из дерева не только сувениры, но и предметы быта, канцелярии, настенные украшения и даже посуду. А в некоторых случаях любовь к народному творчеству объединяет людей и укрепляет браки. Так вышла из семьи Абдурахмановых. Моя коллега Тамара Самедова побывала в гостях и узнала все об орнаментальной насечке по дереву. Ей слово. Уже более 35 лет семья из селения Унсу Коль работает с деревом. Мастерством изготовления из этого материала может похвастаться каждый житель этого села. У каждого разная история. Кому-то ремесло досталось от отца, дедушки или брата. Но в случае с семьей Абдурахмановых любовь к ремеслу у Магомеда появилась благодаря Айшат. Моя жена работала в унсу Кольской художественной фабрике. Она в те времена, в советские времена, в фабрике работала, и она научилась насечку делать. У нее инструменты были и так далее. И после этого, вот как она насечку делала, поэтому какой-то интересный момент у меня тоже появился, поэтому и начал как-то этим заниматься. Одну сделал, две сделал, там маленькую вазу сделал и пошло и дальше. В их семье каждый выполняет свою работу. К примеру, глава семейства, самоучка Магомед, отвечает за изготовление нужных форм. Из дерева он вытачивает заготовку, затем несколько месяцев сушит, чтобы потом зачистить возможные искажения формы. В первое, надо делать из него, например, вазы на станке из сырого бревна, делают на станке вазы. И после окончательной токи вазы, их вставляется в сухой опилке, чтобы опилка высасывала весь сок, который внутри вазы. После окончательного высыхания, они делают на нем насечку. И вот более двух лет вот эти вазы, вот они прошерлены внутри и так далее, высушены, готовы для насечки. После того, как завершилась подготовительная стадия, начинается кропотливая работа – черчение орнамента на поверхности изделия и нанесение насечки. Этим и занимается Айшат. Набор необходимых инструментов у нее невелик – резец, молоток, ножницы и мельхиоровая пластинка. Сначала резцом делается узкий надрез, в который вставляется пластинка. Излишки обрезают специальными ножницами. Дальше к делу приступает молоток, ударом которого пластинка вбивается внутрь надреза. Так и получаются оригинальные орнаменты. Сейчас я покажу, как первоначально она делается. Я здесь создала метку, вот так, и прошла по этой линии, вот так, вазы. Вот так. Раз. И вот так. Два. Сейчас я по этой линии должна начертить орнамент. Сейчас я покажу, как вырезается вот этот орнамент. Вот так. Я сейчас вот эту черту должна разделить по насечному циркулю. Вот здесь у меня начало. И такое начало должно у меня совпадать вот здесь. Завершающий этап – шлифовка и лакировка. С момента начала до финального мазка кисточки может пройти несколько месяцев. К примеру, на покраску и сушку этой шкатулки у мастера уходит примерно неделя. Ну, каждый слой по одному надо пропускать, лак. И где-то 5-6-7 слоев надо делать. День один слой надо пропустить. В семье Абдрахмановых говорят, что в лечении ремеслом только укрепило их семью. Совместный труд и творческий процесс всегда объединяет. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, Амина Магомедова. Новости ННТ. Унцикульский район. Образование и нравственное воспитание – приоритетные направления муфтията Дагестана. Там состоялась рабочая встреча духовного лидера республики шейха Ахмада Афандии с руководителями и сотрудниками образовательных учреждений подведомственных муфтияту. Говорили как о достигнутых результатах, так и о планах на будущее. Подробнее в сюжете. Мы должны благодарить Всевышнего за то, что мы максимально хотим, чтобы общество у нас, все дагестанцы, жили хорошо, жили дружно. И что нужно для этого делать, вот эти вопросы обсуждать. Мы здесь собрались. На встрече с духовным лидером республики присутствовали руководители всех учебных заведений, начиная от детских садов, заканчивая вузами, которые подведомственным муфтияту Дагестана. Они рассказали шейху о достигнутых результатах в образовательной сфере, как по светским, так и по религиозным дисциплинам. Вот уже на протяжении 24 лет Диву по праву называется кузницей алимов. Алимы Диву не раз побеждали на конкурсах по исламским знаниям всероссийского уровня. Такие как Всероссийский конкурс молодых алимов в Хасаюрте. В этом конкурсе наши мутаалимы заняли все три призовые места. И также по Корану впервые наш мутаалим занял первое место в номинации ХИФС. Среди мусульманских образовательных организаций, в которых мы состоим в совете, мы больше всех студентов у нас. Со всем молодым вузом, начавшим свою работу в 2022 году, значился научно-клинический центр имени Башларова. Он работает вблизи третьей городской больницы. Это позволяет применять полученные знания на практике. Это заслуга наших учредителей, заслуга тех людей, которые задумали открыть этот вуз. Видя проблему, с которой сталкиваются, не скажу, именно дагестанцы, но и вся Россия, по сути дела. И вот эта брешь, которая существует, она достаточно поставлена на цель, чтобы заполнить эту брешь. Брешь некачественных, скажем, медицинских услуг. Брешь мы очень часто слышим, что есть и врачебные ошибки, халатности в том числе. Они обусловлены даже порой не сколько некомпетентностью врачами, но сколько возможно какими-то личностными качествами самого доктора. И вот на этот аспект уделяется достаточно большое внимание, воспитательный аспект, как я уже обозначил, начиная с детских дошкольных учреждений, школа, СУЗ, далее ВУЗ, далее идет у нас уже больница готовая, которая готова принять этих специалистов. То есть у нас полный цикл формирования не только профессионального, компетентного доктора, но и с высоко личностного человека. Особое внимание муфтиат уделяет той категории населения, которая видит и слышит этот мир немного иначе. Центры «Эхсан» и «Жизнь без ограничений» уже не первый год, помогают таким людям адаптироваться в социальной среде. «Благодаря поддержке, благодаря открытию этого центра дети получают огромное развитие, огромное просто, помимо того, что они заучивают, когда бы мы могли подумать, чтобы слепые учили Куран, читали Куран. Есть те, которые на слух учат, но это вот то, что они сами читают и сами заучивают, это ни с чем не сравнится. Помимо этого они получают светское образование, что тоже немаловажно, получают духовно-нравственное воспитание и коррекционные занятия, которые делают их жизнь легче. Я бы хотела обратиться к обществу, обратиться к населению с призывом, чтобы относились к особенным людям так же, как к обычным членам общества. Не указывали их на их недостаток, не говорили, не спрашивали, не задавали неуместных вопросов по поводу их болезни. В этот момент ему указать на это, это ударить по больному, и немножко, чтобы были аккуратны, если что-то хотят у них спросить. Акцентируя внимание на проявление заботы, к особой категории граждан Муфти Дагестана подчеркнул, что она будет продолжаться и впредь. Фатимат Гамзатова говорила нам, что даже приходится их учить мыть руки. Конечно, это не ее обязанность. А от того, что кто-то, кто был обязан, не делал, от нас ответственность никто не снимает. Правильно. И руки мы будем учить поднимать их, и стоять будем их учить, и сидеть будем их учить. И дальше от них, от родителей, вознаграждения ждать тоже не будем. Мы это все делаем ради Всевышнего. Ради того, что Аллах нам поручил, доверил, и мы будем стараться оправдать вот это доверение. И то, что здесь было сказано, сироти, дети, незрячие, которые говорить не могут, они это не должны чувствовать. Это не первое совещание, я это говорю. Я всегда говорю, пока мы живы, они не должны чувствовать, что они незрячие, что они сироти. Инша Аллах, так будет оно. Шейх Ахмад Афанди в своем выступлении отметил на важность уделить большое внимание нарастному воспитанию студентов, чтобы они отличались благонравием и хорошим поведением в обществе. Наших работников, наших учеников, у них должны быть нравы на голову выше. Издалека должны люди отличаться. Да, вот эти воспитанники этих вузов, этих учебных заведений, вы постарайтесь и не думайте, что это невозможно. И как специалисты, и по нравам, когда они будут отличаться, даже по мелочам правила перехода улицы. Вот все, они во всех отношениях. Например, вы представляете, я то сам водитель, я наблюдаю, водитель на светофоре, пока светофор зеленый будет работать, терпеть на море, сигналить. Вот это, чтобы не было у нас в учениках, в студентах, мы должны вот это воспитать. Надо терпеть, надо ждать. Хотя мелочь, но для меня, правду говоря, это не мелочь. Духовный лидер попросил руководителей проявлять заботу к своим подчиненным, чтобы по мере возможности оказывать им материальную и моральную поддержку. Руководитель, каждый, я бы хотел, чтобы узнал семейное положение, особенно каждого работника. У нас во угловой угла не деньги, у нас то, что нужно для людей. А для этого, чтобы для людей какую-то пользу принести, каждый работник должен чувствовать себя дома хорошо. просто, чтобы он нормально был сытым, одетим, и дети тоже не голодали у него. А об этом должен знать руководитель. Хотя я говорю о каждом работнике, я бы попросил о каждом и студенте, и ученике. Почему? Мы же в состоянии вот одному человеку, если он плохо одет, куртку отдать в зимний период, если оба у него такая слабая, чтобы среди других ровесников, чтобы он так не выглядел и хорошо чувствовал, чтобы он чувствовал нашу заботу. Я вот это тоже хотел бы вас попросить. В завершении встречи по традиции руководителям и сотрудникам подведомственных муфтиято образовательных организаций были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Юношеская сборная Дагестана по баскетболу стала второй в финале чемпионата СКФО среди школьных команд. Турнир Локобаскет-школьная лига проходил в городе Есентуки. За победу и путевку на суперфинал состязались семь команд. Наша дружина под руководством Андрея Сидункова в полуфинале обыграла сверстников из Кабардино-Балкарии со счетом 71-33. Но в финале уступила представителям Ставропольского края с незначительным отрывом 67-76. Лучшим центровым финала признан Кизлярица Исаа Магомедов. А победителем конкурса бросков стал Максим Сидунков. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до новых встреч. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова